— Выметайся отсюда, кошка драная! — кричала Надежда Викторовна, выкидывая вещи Вари на лестничную клетку. — Мы тебя приютили, была без роду, без племени, а ты, оборванка, еще и посмела налево пойти. Ох, бедный мой доверчивый сын, с кем он связался? Где только были его глаза? — Варя плакала и не понимала, в чем ее обвиняет свекровь. Судьба девушки никогда не была легкой. Родители бросили Варю еще в раннем детстве. Мать оставила малышку прямо в детском доме и даже ни разу не приложила к груди. Все детство Вари прошло среди чужих людей, от которых она не видела ни ласки, ни заботы. А когда девочка случайно упала с качеля и получила серьезную травму, воспитатели стали относиться к ней особенно холодно и жестоко. — А это, — злобно говорила полная женщина, которая всю жизнь проработала в детском доме и относилась к малышам, как к конвейерным цыплятам. — Это гулять вместе со всеми не пойдет, она же инвалид. Интересно, а нам вообще когда-нибудь начислят эти несчастные доплаты за то, что мы ввозимся с такими вот детьми? — Ее должны были перевезти в другой детский дом сразу же после того, как она выписалась из больницы. А она все у нас торчит и торчит. Только нам и другим здоровым детям жить мешает. Варя надеялась, что когда она покинет детский дом и получит полагающуюся ей квартиру от государства, она сможет начать новую жизнь. Но и тут девушку ждало жестокое разочарование. Сама повелась, сама виновата. Думала она про себя, сидя на поребрике и прося милостыню. Она навсегда запомнила этот день. Он отпечатался огромной болью в ее памяти. — А вы не хотите расширить метры? — спросил мужчина в деловом костюме. — Лучше всего это сделать сейчас. Вы же не будете всю жизнь жить с соседями. Вы такая молодая, дети появятся. И что? Неужели вам хочется ютиться в этой комнатушке? Наше агентство оказывает помощь детям-сиротам по специальной программе. Мы обмениваем маленькие комнаты в старых и добротных домах на полноценные квартиры в новостройках, которые расположены далеко от центра города. Да, это новые районы, и они только застраиваются. Зато у вас будет своя отдельная квартира, а через пять лет и всю необходимую инфраструктуру построят. Он свалился, как снег на голову, появился из ниоткуда и канул в никуда. Когда Варя услышала звонок в двери и голос соседки, которая сказала незнакомцу, что сейчас девушка из пятой комнаты подойдет, она очень сильно удивилась. Родственников у девушки не было, друзей тоже и гостей она не ждала. Но увидев строгого мужчину, который очень хотел с ней поговорить, Варя пустила его в свою комнату. Уже позже, когда она подписала документы об обмене, она осознала, какую роковую ошибку совершила. На следующий же день в дверях стояли люди в черных костюмах, которые буквально вышвырнули бедную девушку на улицу. «Ишь, чего удумала», – ехидно сказала соседка. «Вы на нее посмотрите. Детдомовская уже комнату свою сбагрила и переезжает». Но никаких денег Варя так и не получила. Она осталась одна, без копейки на улице. С большим трудом ей удалось отыскать заброшенный дом, в котором скрывались от дождя и снега такие же люди, как и она сама. «О, а вот и новый член семьи к нам пришел», – воскликнула женщина с синим лицом и огромными кругами под глазами, когда, приоткрыв дверь в дом, Варя вежливо спросила, можно ли ей здесь переночевать. «Конечно, можно. О чем разговор? У нас все ночуют», – продолжила ехидствовать женщина. «Рассказывай, что тебя сюда привело. У нас тут у всех очень интересные истории». Выслушав Варию, женщина сказала, «У тебя же пенсия по инвалидности есть? Значит, все не так плохо. Единственное, что непонятно, как ты будешь теперь ее получать. Из комнаты-то тебя выкинули, регистрации и жилья у тебя теперь нет. Но это ладно, разберешься». «А вообще, я бы на твоем месте обратилась бы за помощью в какие-нибудь социальные службы. Как видишь, простым бомжам они не помогают, но тебе помогут. Ты же инвалид. А так твоя эта нога, которая, не пойми, как еле болтается, может тебе и в наших кругах сослужить хорошую службу. Инвалидам больше подают». По совету своей новой знакомой, Варя на следующий же день отправилась в социальную службу. Но женщина с равнодушным лицом сказала ей, что все случившееся не их проблема. «Деточка, ты даже себе представить не можешь, сколько у нас таких вот, как ты», – объясняла она. «Каждого второго глупого детдомовца кидают с квартирой. Государство эти квартиры выдает, а мошенники их отнимают. И что, мы должны каждого за ручку водить? Тебе надо не к нам идти, а в полицию. Пиши заявление, пусть расследуют, разбираются. Это все не наша компетенция». Но и в полиции Варя столкнулась с равнодушием. «Девушка, мы, конечно, постараемся вам помочь», – сказал мужчина со строгим лицом. «Но поймите, что документы вы подписали сами, вас никто не принуждал. Будет проведена проверка законности деятельности того риэлтора, с которым вы работали. Но если у них все документы составлены грамотно и никаких нарушений нет, то ничем помочь мы вам, к сожалению, не сможем». Спустя две недели Варя получила ответ, что сделка была проведена законно, и оспорить ее никак нельзя. Каждый день девушка приходила на одно и то же место, садилась на поребрик и просила милостыню. Добрые и отзывчивые люди искренне жалели ее и подавали достаточно, чтобы Варя могла вносить свою долю за проживание в общем заброшенном доме и покупать продукты. Встреча с Иваном стала для нее самой настоящей удачей. Варя уже и не надеялась на то, что когда-нибудь ей повезет, но судьба дала ей шанс, который выпадает единицам таких бродяжек, как она. «Девушка, вы вроде не похожи на бездомную», – сказал молодой человек, усевшись рядом с ней на поребрик. «Такое ощущение, что вы оказались на улице совсем недавно, и это вышло случайно. Расскажите, что с вами произошло». Варя была удивлена тем, что абсолютно незнакомый человек проявил такой интерес к ее судьбе, но терять ей было все равно нечего, поэтому она решила не отказываться от помощи, которую он предложил. Внимательно выслушав историю Вари, Иван сказал. «А пойдемте ко мне, я здесь живу недалеко. Отогреетесь, примите душ, поедите. У меня мама дома, она очень хорошо готовит». Когда Иван привел в квартиру бродяжку, Надежда Викторовна была возмущена. «И кто это?» – спросила она. «Зачем ты ее к нам притащил?» «Это девушка. Ее зовут Варя», – спокойно ответил Иван. «Ей очень нужна помощь. Я решил ей помочь». «Где ты ее взял, эту чучундру? На какой помойке?» «Мама, прекрати. Ты же сама говорила, что мне пора жениться. Внука требуешь уже который год, чтобы было кому твои несметные богатства оставить, но ни одна из девушек, с которыми я встречался, тебе не нравилось. Ты всех считала либо корыстными, либо слишком страшными, либо глупыми. Все недостойны меня. Может быть, пора остановиться?» «Конечно, пора. Я тебе давно об этом говорила, но не на бомжихе же жениться. Очевидно же, что она с такого дна, до которого тебе никогда в жизни не опуститься». Надежда Викторовна возмущалась целый месяц и каждый день просила Ивана выставить Варю вон или найти ей какое-нибудь другое жилье. Но Иван не обращал никакого внимания на претензии матери, и спустя неделю Надежда Викторовна примирилась с его решением. «Знаешь, сын, а возможно, что ты и прав», – сказала она ему за ужином. «Может быть, она не такая плохая, как мне кажется, и у вас с ней действительно сложится. Но самое главное, она не будет претендовать на мое имущество, а ребенка, если что, у нее и забрать можно. Кто ж в случае чего оставит малыша с матерью, у которой Никола не двора». Спустя два месяца Варвара и Иван поженились, и их семейная жизнь складывалась вполне благополучно. Варя хорошо готовила и ухаживала за домом, освободив Надежду Викторовну от этих обязанностей. Но когда девушка забеременела, все изменилось. Сначала и Иван, и его мать были рады, что скоро у них появится наследник, но уже через две недели после того, как стала известна радостная новость, в семье произошел крупный скандал. «Мама, как ты могла выгнать ее из дома? Где мне теперь ее искать?» – спрашивал возмущенный поступком матери Иван. «Кто тебе вообще дал право выгонять мою жену из дома? Эта квартира такая же моя, как и твоя, и если между тобой и Варей что-то произошло, ты должна была сначала рассказать об этом мне, а уже потом принимать какие-то решения». «Ты думаешь, что я слепая или глупая?» – огрызалась Надежда Викторовна. «Это тебя весь день дома нет, а я все видела, и как она с соседом кокетничала, и как с другим соседом у подъезда разговаривала. Да и сама она часто уходила одна из дома. Сынок, это не твой ребенок, ты ее пригрел, пожалел сироту инвалида, а она тебе нож в спину всадила и не постеснялась. Знаем мы таких, не зря она с самого начала мне не понравилась». «Знаешь что, мама?» – жестко ответил Иван. «Мне порядком надоело то, что ты вмешиваешься в мою жизнь. Я устал от этого. Тебе постоянно нужно все контролировать. Это уже ни в какие ворота не лезет. Я ухожу». «Куда ты собрался на ночь глядя? Куда ты сейчас пойдешь?» «Жену свою искать. А ты оставайся одна, раз семья для тебя ничего не значит. Это ж надо до такого додуматься, чтобы обвинить мою жену, которая инвалид с детства, в измене. Ты не понимаешь, что ей очень тяжело ходить? Она беременна, и с ней уже могло случиться все, что угодно. Покидав в сумку самые необходимые вещи, Иван выбежал из дома и отправился к тому месту, где впервые встретил Варю. На том же поребрике сидели несколько женщин с одутловатыми лицами. Подойдя к ним, Иван протянул каждый по купюре и спросил. «Вы случайно не знаете, среди ваших здесь была девушка, такая со светлыми волосами и на бродяжку совсем не похожа. Ее уже давно нет на улице, но так случилось. В общем, мне некогда объяснять, просто очень нужно ее найти. Варварой зовут». Поблагодарив Ивана за деньги, женщины рассказали ему, как пройти к тому заброшенному дому, где раньше жила Варя вместе с другими бродяжками. Иван без труда смог найти этот дом. Постучавшись в дверь, он вошел внутрь и увидел Варю, которая сидела и пила чай вместе с какой-то женщиной. «Пошли отсюда», – сказал он и швырнул еще пачку денег на стол. «Вот возьмите, еды себе какой-нибудь купите, только не пропивайте». Варя не могла поверить своим глазам. Неужели он за ней пришел? Неужели пошел на открытый конфликт с матерью? Этого просто не может быть. Поступок Ивана никак не укладывался у девушки в голове. «Сейчас же едем на вокзал, там найдем попутку и поедем в другой город», – жестко сказал Иван. «Снимем жилье, начнем новую жизнь». «А что ты сказал маме?» – спросила Варя. «Она же волноваться будет, искать тебя». «Пусть ищет. Может быть, хотя бы так она наконец-то научится считаться с моим мнением и поймет, что я уже взрослый человек, а не маленький мальчик, которым можно помыкать, как ей захочется». Надежда Викторовна не находила себе места. Она надеялась, что сын вернется домой, но, когда не дождалась его следующим вечером, сразу же отправилась в полицию. «Женщина, что вы от нас хотите?» – спросил мужчина и усмирил ее строгим взглядом. «Вы представляете, что начнется, если мы будем объявлять в розыск каждого взрослого человека, который ушел из дома по собственной воле только потому, что так захотел? У нас есть реально важные дела. Вашему сыну уже не 14 лет. Он не маленький мальчик. Ушел, значит, захотел. Вот если бы он с работы домой не вернулся, был бы совершенно другой разговор. А так, даже говорить не о чем. Вас проводят». «Я этого так не оставлю!» – воскликнула женщина и, выйдя из отделения полиции, сразу же позвонила своим знакомым. Но спустя несколько дней она получила информацию о том, что Иван никуда не выезжал из города, а с работы уволился одним днем, даже не получив расчет. На протяжении нескольких месяцев Надежда Викторовна продолжала верить в то, что сын вернется. Она звонила ему на мобильный, несмотря на то, что знала о том, что абонент так и не появлялся в сети с тех пор, как Иван переступил порог квартиры. С каждым днем Надежда женщины еще когда-нибудь увидеть своего сына тлела. Так продолжалось до тех пор, пока в ее сознании не произошел переломный момент. Надежда Викторовна перестала надеяться на то, что ее сына найдут или он сам решит вернуться домой и смирилась. Через несколько лет Иван был мертвым не только в ее сознании, но и в реальности. «Я уверен, что не стоит ей об этом сообщать», – сказал Виктор, глядя на Степана. «Она уже давно смирилась с тем, что потеряла его навсегда. А то, что она почти три с половиной года назад просила нас найти Ивана, ничего не значит. Столько времени с тех пор прошло, столько воды утекло. О судьбе своего сына женщина узнала только спустя двадцать лет, когда на пороге ее квартиры появился незнакомый молодой человек». Увидев в дверном глазке своего Ванечку в молодости, Надежда Викторовна чуть не потеряла дар речи. Она с трудом нашла в себе силы повернуть ключ в замке, чтобы впустить молодого человека в квартиру. «Вы кто?» – спросила женщина, глядя на него изумленными глазами. В этот момент ей показалось, что она на несколько секунд выпала из реальности. «Извините за беспокойство», – вежливо ответил парнишка лет двадцати. «Меня зовут Сергей, и я вам сейчас все объясню. Только выслушайте, пожалуйста, меня до конца. Чтобы найти вас, я проделал не только длинный, но и очень тяжелый путь, а сделать это было не так просто». Надежда Викторовна сделала пригласительный жест, и когда они сели на кухню друг напротив друга, Сергей начал рассказывать ей о судьбе сына. «Вам, наверное, интересно, что случилось с Иваном?» – сказал он. «Вот и мне было очень интересно, что случилось с моим отцом, но добиться правды от своей матери я так и не смог, поэтому провел собственное небольшое расследование и нашел вас». «Каким отцом?» – спросила взволнованная Надежда Викторовна. «Кто вы такой? Я ничего не понимаю». Сознание женщины спуталось, и, слушая незнакомца, она не могла поверить своим ушам. «Мой отец, ваш сын Иван. Вместе с моей матерью они уехали из города, когда меня еще на свете не было. Я могу ошибаться, это всего лишь мои догадки, но я сделал именно такие выводы. Когда мне было три года, мой отец погиб. Он случайно попал под машину, переходя дорогу, и с тех пор моя мать воспитывала меня одна. Она долгие годы скрывала от меня правду об отце, пользуясь тем, что он погиб, когда я был еще слишком маленьким, и я его не помню. Я с большим трудом нашел могилу отца. Хорошо, что его инициалы все-таки указаны в моем свидетельстве о рождении. Но людей с такими именами очень много. Если бы я не нашел свидетельство о его смерти, то и могилу бы вряд ли смог найти. Но чтобы найти вас, мне понадобилось еще больше времени и ресурсов. Я заплатил немалые деньги, чтобы выяснить, кто мать моего отца. Если вы окажетесь живы, то я просто хотел, чтобы вы знали, что у вас есть внук, близкий человек, который всегда готов прийти к вам на помощь». Сергей увидел, как по щекам Надежды Викторовны градом стекали слезы. Теперь ей точно не нужно было никаких доказательств. Иван мертв, и она окончательно убедилась в этом сейчас, слушая рассказ этого простодушного юноши. Она не понимала только одного и на протяжении всего разговора прокручивала в голове этот вопрос. Почему Виктор и Степан не рассказали ей об этом тогда, 17 лет назад, когда Иван погиб? Почему они скрыли от нее эту правду? Ведь она умоляла их найти сына. «Мы не хотели вас огорчать», — объяснялся Виктор, который был поражен, когда услышал вопрос Надежды Викторовны. Мужчина никак не ожидал, что эта информация всплывет спустя столько лет. Он был уверен, что несчастная женщина никогда не узнает, как ушел из жизни ее единственный сын. «Мы же понимали, что вы уже давно мысленно попрощались с Иваном. Его не было в вашей жизни несколько лет». «Не вам, дуракам, решать, что мне лучше, что мне хуже», — сказала она и бросила трубку. Больше женщина никогда не возвращалась к этому разговору. На Надежду Викторовну нахлынуло глубокое чувство вины. Тот день, когда она вышвырнула беременную Варю из дома, она помнит, как сейчас. Ее сердце сжалось от боли. Женщине показалось, что она задыхается. Но спустя несколько минут она пришла в себя и увидела, что Сергей все еще сидит на кухне напротив нее и внимательно наблюдает за ее состоянием. «Вам плохо?» — спросил он, протягивая Надежде Викторовне стакан воды. «Может быть, вам скорую вызвать? Я могу с вами в больницу съездить, если надо. Только послезавтра я возвращаюсь к маме. Я сюда-то приехал, собственно говоря, ради вас. Внучок, родненький мой». Надежда Викторовна протянула руки к молодому человеку, а он опустил свою голову ей на руки и тоже заплакал. Сергей так долго хотел узнать правду о своем отце и его семье, что, когда она наконец-то открылась, ему стало легко и спокойно на душе. «Мама никогда мне о вас не рассказывала», — промолвил он, нарушив молчание. «Я правда не понимаю, почему. Я с десяти лет у нее постоянно спрашивал про отца, она либо отнекивалась, либо вообще уходила от разговора. Однажды она даже накричала на меня. Ну, решили они с отцом переехать в другой город. Подумаешь, какая ерунда. Переехали и жили. Каждый человек сам решает, где ему жить. Зачем было от меня скрывать правду? Я же тоже хочу навещать отца на кладбище. Хоть я его и не помню, но он всегда был, есть и будет моим родным и близким человеком. Обязательно задам ей этот вопрос, когда вернусь и расскажу, что нашел вас». «Не надо ничего у мамы спрашивать, внучок», — одернула его Надежда Викторовна. «Мне очень надо с ней поговорить самой. Если ты не против, я поеду с тобой». Сергей в ответ лишь кивнул, и по дороге до города женщина не могла думать ни о чем, кроме того, что скажет Варе. Когда она увидела на пороге не только сына, но и Надежду Викторовну, была в шоке. «Что вы здесь делаете?» — спросила Варвара. Она сразу же узнала бывшую свекровь, которая очень сильно постарела за прошедшие годы, но никак не ожидала еще когда-нибудь увидеть ее. «Сын, это все твоих рук дело, да?» — обратилась она к Сергею. «Вот не сиделась же тебе на месте. Знала же я, что рано или поздно все вот этим и закончится». «Ладно, проходите». Надежда Викторовна упала перед Варей на колени и, схватившись за подол ее платье, начала причитать. «Прости меня, пожалуйста, дуру неразумную», — сквозь слезы говорила пожилая женщина. «Я не очень хороший человек. Если бы я так с тобой тогда не поступил, то, возможно, что мой Иван был бы жив. Никогда себе этого не прощу». Сергей стоял в стороне и, наблюдая за женщинами, не мог сдержать слез. Он не понимал, за что бабушка просит прощения у матери, так как Варвара никогда не рассказывала ему о том, как свекровь вышвырнула ее беременную из дома, а Иван поехал следом за ней. «Встаньте с колен», — строго сказала Варвара. «И прекратите плакать. Прошлого уже не вернуть. Раз уж приехали, лучше сходите на могилу к своему сыну». «Вы ведь не были даже у него на похоронах, но это моя вина. Я должна была вам сказать о том, что он погиб, но не сделала этого, поэтому и вам тоже есть за что меня прощать». Выпив по чашечке чая, они все вместе отправились на кладбище. Положив охапку цветов на могилу сына, Надежда Викторовна погладила его фотографию на памятнике. «Какая же ты молодец, Варенька», — сказала она. «Вижу, что вы всегда жили скромно, а на памятник Ванечке ты денег не пожалела». «Я любила вашего сына», — ответила она, смахивая слезы. «Я и сейчас его очень люблю. Он подарил мне сына, а вам внука. И лучшее, что мы сейчас можем для него сделать, это перестать жалеть о прошлом, забыть все обиды и начать жить будущим ради Сереженьки. Он наше все». Вернувшись домой, Надежда Викторовна сразу же предложила Варваре и Сергею переехать в ее большую и просторную квартиру. «У меня места много, да и перспектив в большом городе все-таки гораздо больше», — сказала она. «Сереженьку учиться отправим, ты сможешь чем-нибудь интересным для тебя заняться. Денег на всех хватит, я за свою жизнь много заработала». Через месяц Надежда Викторовна оформила дарственную на все свое имущество на имя Сергея. Молодой человек начал готовиться к экзаменам и спустя год смог поступить на бюджетное отделение в один из самых престижных институтов, где познакомился с девушкой, с которой связал свою судьбу. «Как же я рада за нашего Сережку», — сказала Надежда Викторовна, глядя на то, как счастлив внук, который только вчера вернулся из ЗАГСа со своей возлюбленной Марией. «Гляди, и правнуков скоро понянчим». «Уже скоро, да», — подтвердил Сергей. «Мы просто не хотели говорить, чтобы не сглазить». Надежда Викторовна и Варя обняли Сергея и Марию и еще раз поздравив, сели пить чай с тортом, который остался после пышного торжества, которое было накануне.